Всем привет! Меня зовут Жанни Филиппоне, я шеф-повар международной кулинарной студии Кулинарион. И сегодня вместе с вами будем делать супер вкусная итальянская паста. Но не одна, а целые два. Одна паста будет из обычной покупной пасты, которую можно найти в магазине, а другая мы будем делать все самоделанно, как моя бабушка делала. Поэтому начинаем. Итак, давайте начинаем понять, что это такое паста, какие разновиды пасты есть на рынок и вообще как понять, паста хорошая или паста плохая. Во-первых, стоит отметить, что в России есть такое неприятное название для пасты макарони. Я этого ненавижу и не хочу, что никто не назвал мою любимую блюду, как макарони. Это оскорбительно. Поэтому давайте называем своими нами паста. Так что смотрите, здесь у меня справа есть очень много разных видов пасты, которые отличаются не только по нежному виду, но еще по структуру. Потому что несмотря на то, что каждого из этих видов пасты сделаны из вода и мука, они друг друга отличаются. Почему? Потому что, смотрите, вот эта паста, которую мы называем пенне, и вот эта паста, которую мы называем коньки, они, если можно смотреть через камеру, не знаю, вам видно или нет, они вот такие гладкие. Это, скорее всего, обозначает, что эта паста, она индустриальное производство, поэтому она не особо качественная. Эта паста, она идет у нас, как бы, на дешевый сегмент, средний дешевый сегмент. Наоборот, если мы посмотрим, вот такая паста, которую мы называем коньки или коньки йони. Это коньки, маленькая, значит, ракушка, а это коньки йони, это значит, большая ракушка. Она, наоборот, она очень такая грубая на ощупь, она не гладкая. У нее есть маленькая пленочка подкрытия, такая кракмальная. Это обозначает, что эта паста, она не индустриальная, она, скорее всего, может быть, сделала какое-то производство не особо крупное, которое более следит за качеством, чем за количество производства. Поэтому эта паста, она будет намного вкуснее, она будет поддерживать состояние алденте намного дольше и, в конече, результат будет намного качественным. Состав из любую пасту – это вода и мука. Мука не обычная пшеничная, а твердый сортов пшеницы, который по-тальянски называется семола или семолина, если она перемолотая. Так что, в Италии есть правило, при котором в упаковке из любой пасты должно быть написано, что она сделана только из вода и твердой сортов пшеницы. Если, кроме двух этого ингредиента, есть еще что-то сверху, допустим, соль или яйца, или масло, или что угодно, кроме этой вода и мука и солица, то производитель не имеет права назвать этот продукт паста. Если есть другая любая добавка, нужно этого указать в этикетке, по-другому никак. И сегодня мы с вами будем как раз делать другой виду пасты, потому что будем варить одна из этого вида паста с одним соусом и другой вид пасты, которую мы сейчас делаем с вами. Это итальянская домашняя паста, которую моя бабушка мне научилась делать и я сейчас буду делиться с вами все маленькие секреты. Так что, возьмем все ингредиенты, которые нам потребуются для домашней пасты. И это яйца, мука, обычная пшеничная мука, которая используется тоже на пиццу, на ладушки, на блины, туда, везде. И вот эта желтая мука, друзья, это как раз твердый сорта пшеница. Семолина по-итальянски или семола. Вот. Мы используем на домашнюю пасту два разных вида муки. Почему? Потому что семолина, она имеет очень мало кликовина. Соответственно, паста ваш будет очень рассыпчатая. Она не будет склеиться и не будет держать процесс варки, как положено. Поэтому мы будем измешивать с белой мука, то есть мякс от общеница. Она как раз содержит побольше, много кликовина и она поможет этого паста держать именно форму и держать процесс варки. Так что, я предлагаю начинать. Будем сделать все, как бабушка научила, на стол. То есть, возьмем наши муки и пересыпаем вот сюда, вот так. И сначала перемешиваем дух вида муки, чтобы они стали нас однородно. Далее чашкам или руками делаем посередину большая-большая дырка, воронка, вулкан, кратер, отверстие, лужа, яма, углубление. И туда мы, соответственно, должны разбивать наши яйца. Пропорция муки – это 90 грамм муки на 1 яйцо, С1, окей? Если мы используем яйцо С0, то, может быть, и будет 100 грамм. Но, как правило, лучше сначала чуть-чуть поменьше муки использовать и добавлять постепенно, если потребуется. Потому что, если у вас замес получается суховатый сначала, потом будет сложно его исправить. Так что, дырка есть, яйца вперед. Итак, возьмем вилка и для начала мы будем просто перемешивать белок и желток до однородного масла. После того всегда вилком до начала будем посыпать постепенно муки и перемешивать, посыпать и перемешивать до того, как наше тесто начинается быть более густой. После того мы уже уберем вилку за сторону и продолжаем мешать тесто руками, чтобы тесто ощущало вес нашей любви. Все, теперь наш смесь стал более густой. Мы примерно размешивали большинство муки вместе с яйцем. И теперь можем убрать вилку за сторону и продолжать работать руками. Будем сначала просто питаться, уплотнять все вес нашей смесь. И потом будет уже начинать давить, чтобы глутеном, который задерживает мука, активировался и наше тесто начинало быть более эластичным и более плотным. И вот так продолжаем руками примерно минут 10-15 до того, как у вас получается красивая, ровная, эластичная и, самое главное, гладкая структура. Так что, смотрите, мы будем нажимать тесто руками и рвать тесто вперед. Будем потом складывать все обратно и продолжать такое же движение. Всегда вперед и назад. Вперед и назад. Итак, дамы и господа, вот прошло примерно 10-15 минут, я уже уставший и тесто, она уже готова. Смотрите, она уже поменяла полностью консистенция, стала более эластичная, более плотная и гладкая, гладкая, гладкая. Значит, она у нас готова. Смотрите, какой красивый, идеальный колобок. Как посмотреть, готова ли она? Палец, нажимаем на тесто. Если она вернется обратно после того, как вы нажали, значит, что она стала достаточно эластична и значит, что мы с вами молодцы. Теперь, что сделаем? Закрываем пленку, отправиваем в холодильник 5-10 минут, просто чтобы тесто отдыхало. Представляете, я работал, она отдыхается. Ну вот такие дела. Вот, она отдыхает, глютен, соответственно, станет помягче и потом будет проще раскатывать. Если вы начинаете раскатывать тесто прямо сейчас, просто-напросто у вас не получится, потому что тесто расстегнется, а вернется обратно. Расстегнется и вернется обратно, потому что она слишком напряженно, слишком эластична. Поэтому ей нужно отдых. Итак, друзья, мы очень близки к совершению нашего блюда. Осталось лишь раскатывать тесто. Самое трудное, конечно же, всегда в конце. Теперь достаем из бумаги и из колобка, дамы и господа, делаем сосиску. Раскатываем ведь сосиски, почему? Потому что мы должны теперь раскатать тесто, раскатать тесто по длине, да, чтобы получилась вот такая длинная, длинный пласт теста. Соответственно, нам нужна сосиска, чтобы у нас был уже размер подковящий. Режем один кусок, основной оставляем в сторону и продолжаем делать вот такую сосиску. Все. Теперь мука, чтобы не прилипала в стол, посыпаем и начинаем качать наши бицепсы. Начинаем качать тесто вперед-назад, назад-вперед, до того, как она будет тоненькая-тоненькая-тоненькая. Вы должны знать, что эта работа не простая, то есть вы должны этого делать, как возможно, тщательно, потому что, если тесто будет слишком толстое, паста будет невкусно, будет жевать очень сильно и очень много теста. Так что потихоньку-потихонечку растягиваем туда и сюда, туда и сюда, туда и сюда, туда и сюда, до того, как вы достигаете толщина миллиметра или два миллиметра максимум. Поэтому тоненькая-тоненькая-тоненькая. Все, данные господа, практически все докатали. Смотрите, какая она стала большая. Это трудно, нужно выкладывать много-много энергии на это, но того стоит. Чуть-чуть еще направляем и все. Смотрите, она практически прозрачная, то есть она очень-очень тоненькая. Теперь из этого теста мы должны с вами делать пасту. Поэтому, что мы будем делать? Мы нарезаем, разрезаем вот этот кусок пополам. Окей, получаем где куски пасты. Смазываем обильно мукой посередине и складываем пополам. Еще раз мука, еще раз пополам. Еще раз мука и еще раз пополам. Мы сделали вот такой вот конвертик. Окей? Теперь ножом начинаем разрезать тесто. Смотрите, если я режу, уберу уголочек, если я режу вот такая толщина, у меня спагетти. Если я режу вот такая толщина, у меня тайо-лими. Если режу такая толщина, у меня тайо-делли. Вот прекрасно вы понимаете, что эту пасту мы сделали из одного кусок теста. Это значит, что мы можем управлять наше тесто как хотим и каждого нарезка будет иметь свое собственное название. Так что мы увидели, какие можно делать разные виды пасты из одного теста. Сегодня я хочу с вами сравнить покупные тайо-телли с домашней тайо-телли. Поэтому мы будем делать такая вот нарезка, чтобы у нас были именно тайо-телли очень похожи на покупные. И потом их будем сварить и посмотреть, что как получается. Прекрасно, друзья. Нарезали всю пасту, посыпаем что-то муке и начинаем потихонечку все наши маленькие пасточки. Раскручивать и положить их рядышком. Вот наша порция паста домашняя. Другой не будем раскатать сейчас, она у нас, она хватит. Положим сюда, вот смотрите, это домашняя, это покупные. Сейчас быстренько здесь перебираем и вернемся. Будем сделать один очень вкусный и быстрый соус для ночные дожоры. И другой соус будет прямо итальянская классика. Начинаем делать нашим первым соусом. Это айо олио и пепперончино. Что это такое? Это чеснок, чили и масло. Самый простой и самый простейший итальянский соус. Это тот соус, который я помню еще в свои времена, когда я ходил в постоянные тусовки. Ночью приходишь домой после того, как тусовался хорошо. И захочется, конечно же, есть, но готовить неохота, ничего. Поэтому быстренько соус это насос на две минуты. Пока соус делится, паста варится и быстренько все. Кушаем и пойдем, ложимся до волны. Так что масло, чеснок, чили. Все очень просто. Возьмем оливковое масло, нам потребуется нормально, хорошее, от души, я бы сказал, количество масла, потому что это один из трех ингредиентов, которые компонируют нашим соусом. Поэтому хорошее количество оливковое масло до сковородки. Сковородка должна быть в этом случае горячая, но не очень, потому что наши чесноки не должны подгорать. Они должны раздавать свой вкус и свои эфирные масла в масло, но не должны никаким звучит подгорать. А вот пока масло чуть греется, мы возьмем зубочки чесночка, раздавим ножом и измельчаем. Здесь можем не сильно постараться, то есть нам не нужно измельчить очень-очень мелко, потому что если мы измельчаем суперсупермер, то чеснок подгорает очень-очень быстро. И напоминаю, что после того, как вы едите такую пасту, лучше ложиться спать один. Чтобы вы знали. Чеснок вперед. Чили. Друзья, бывает очень много разнообразных видов чили на рынок, поэтому количество, которое будем добавлять, зависит, по большому счету, от какой чили мы будем использовать. Это, на этом случае, это тайский чили. Он острый, довольно острый. Поэтому, если вдруг вы будете делать пасту с таком же чили, имейте ввиду, что если вы добавляете целый на одну порцию, будет потом жарко. Так что будем добавлять чуть-чуть. Режем мелко-мерко-мелко. Не достаем семена, если хотим толчок более острый. Если хотите менее острый, то можно доставать внутренность семена. Чили вперед. После того, как трогать чили, всегда лучше помыть руки, потому что вдруг, потом у себя трогать лицо, и будет неприятно. Сейчас, пару минуточек, мы отдаем время, чтобы масло впитало все вкусы из чили и чеснок. После того, будем варить пасту. Напоминаю, что паста, каждая паста из каждого производителя, каждая разная вида паста, варится совершенно по-разному. Самый правильный способ, чтобы варить правильную пасту, это именно читать в упаковке, какое время на варке. Если написано 11 минут, то вы должны варить 11 минут, чтобы она была al dente. Но, в Италии мы продолжаем готовки, после того, как варим в кастрюле, продолжаем доготовить пасту в сковородку. Поэтому мы тратим еще 2 или 3 или 4 минуты в сковородке. Соответственно, паста продолжается готовиться. Соответственно, если на упаковке написано 11 минут, вы считаете, допустим, 8 минут. После всего минут, 8 минут достаем пасту из кастрюли, и еще 2-3 минуты дополнительно мы продолжаем приготовление в сковородке. В этом образом паста будет находиться в вашей тарелке в состоянии al dente. Это по поводу покупную сухую пасту. Дамажную пасту, она совершенно по-другому реагировать, потому что она свежая, она мягкая сама по себе, по структуру. Она не может быть al dente, потому что, смотрите, вот мы это вот только-только сделали с вами. Она мягкая, она очень мягкая. Как она может быть твердая? Al dente, это значит на зубок, то есть она должна быть чуть-чуть тверденькая. А вот эта паста свежая, домашняя, не может быть такое. В этом случае, самое главное, это его не переварить. То есть она должна все равно сохранять какую-нибудь структуру. Хорошо, поэтому вот такой виды паста, домашняя, варится буквально 9-3 минуты, не больше. А пока наш чеснок и чили начали шурчать, значит они начали жариться. Нам не нужно их очень много жарить, поэтому сразу убавим температуру сковородки, чтобы они у нас не сгорели. Наш первый соус, чеснок и чили готовы. Теперь я вам не рассказал по поводу второй соус. Второй соус, это классический итальянский соус. Всеми любимый соус песто. Мы его его подготовили заранее, поскольку это очень все просто. Там просто нужно бут, все в блендер и готово. Что вам нужно? Звездие, звездие листочки из зеленого базилика, кедровые орехи, чеснок, сок лимоном и сыр пармезана. Это все в блендер. Добавляем оливковое масло и все пробиваем до однородной консистенции. Попробуем, если надо, солим и перчим. Мы этого сделали буквально пять минут назад. Вот так, что будем делать пасту со соусом песто. Вот так у нас будет. И покупную пасту будем делать вместе соусом айо, ойо и пеперончино. Так что у нас вода кипит, открываем крышки. И первое, что нужно сделать перед тем, как бросать пасту, это солить воду. Сколько же соль понадобится, чтобы солить пасту? На глаз? Нет, не пойдет на глаз. Будет либо слишком соленая, либо слабосоленая. Мы хотим, чтобы она была правильно соленая. Тогда есть золотая пропорция. Литр воды, 100 грамм пасты, 10 грамм соли. У нас в кастрюле примерно 2 литра воды, поэтому будет добавлять примерно 20 грамм соли. Но запоминайте, что лучше чуть-чуть меньше и всегда, если что, мы успеем еще добавить сол. Чем больше, а потом будет сложно убрать солью от нашей пасты. Поэтому вперед. Ложка соль в одной кастрюле, где будем варить одну пасту и ложка соли в другой кастрюлю, где будем варить другая паста. Ждем минуточку, пока вода закипит заново, а пока сдвигаем на этой плите, которая ближе к нам и будет более комфортно работать. Насос чеснок чили, айо-йо-йо-пепперончино. Как дополнительно, если вдруг по пути, пока шли домой после тусовки, вы нашли рынок, где продаются креветки, можно спокойно добавить креветочки и эта паста будет уже не айо-йо-йо-пепперончино, эгамбери. Смотрите, как озвучится хорошо. В этом соусе можно добавлять курица, креветки, мясо. Что найдете в колодельник? Приступим. Теперь, я эту пасту не знаю, сколько варится вот эта вот покупная, потому что коробка потеряли, и мы не читали, сколько время наварится. Поэтому, как еще мы будем поступать? Будем пробовать. Значит, когда я попробую и понимаю, что она практически адвенте, значит, она готова. Значит, нужно будет следить за ней постоянно. Иногда перемешиваем. Очень важный момент, дано-господа, масло в воде, где варим пасту, не нужна. Вообще, от слова «сосемь». Почему? Потому что, во-первых, как вы знаете прекрасно, масло и вода не смешиваются. Получается то, что у вас будет злой масло сверху, если вы добавите, а паста варится внизу, и поэтому она никак не, масло никак не помогает паста не прилипаться. Чтобы паста не прилипала, вы должны варить пасту всегда в большом количестве в воде. Окей? Паста должна свободно там сдвигаться, и не должна быть узкая и плотная. Если вы варите на маленькое количество воды, соответственно, она может слепиться. Но, если вы покупаете качественную пасту, хорошую пасту, она слепиться не будет. Дамы и господа, паста домашняя практически готова. Давайте попробуем и понимаем, если еще надо или не надо. Готово. В общем, надо по солью прекрасно. Теперь паста домашняя, как мы говорили, будем смешивать соусом песто. Поэтому соус песто из-за того же деревни у нас снова базилик не надо ни в каким случае ее греть в сковородке. Она идет холодной, потому что, если вы подогреваете в сковородке, соус песто темнеет, и ваше блюдо будет не такая красивая, яркая, зеленая. Поэтому возьмем небольшое количество соус песто, разбавим его с чуть-чуть бульон из-под пасты, потому что она очень густая, и будет очень сложно вмешивать, если она так густая. Перемешиваем. Вот так у нас получилась уже более жидкая консистенция, но все равно густая. И все, достаем наша паста и начинаем перемешивать. Не постарайтесь очень сильно истекать воду от пасты, потому что все равно вот эта вода нам потребуется. И еще наверняка будем еще добавить, потому что, опять же, соус песто очень густая, и мы должны ее чуть-чуть разбавить. Теперь паста вот сюда, вместе с песто, начинаем активно, активно, активно перемешивать. И если мы замечаем, что наш соус вместе с пастой очень густые, то тогда мы добавляем еще чуть-чуть вода из-под пасты. И все, друзья, наша паста в этом образе готова, больше ничего не требуется. Осталось только сервировать. Возьмем красивая тарелка, кладем рядом с себя, возьмем паломник. С помощью паломник будем сервировать, чтобы не брызгать везде вокруг. Возьмем пасту через наши шипсы, кладем внутри паломника и шипсами крутим пасту внутри паломника. Вот так. Двигаем паломник в тарелку, снимаем паломник, держим пасту и опускаем потихонечку, чтобы наша тарелочка осталась, как возможно, чище, чтобы не спачкать края. Возьмем остатки. Так или кладем. Теперь возьмем пасту, чуть-чуть добавляем еще разверку пармезанчик. Если вы помните, пармезан много не бывает. И украшаем веточку. Базилик. Пять минут, наша паста, первая паста готова. А вторая наша паста все еще варится, потому что она была сухая, покупная паста, а неизвежая. Поэтому, теперь будем тоже ее попробовать и посмотрим, что с ней. Уже чувствуется разница в пасте. Это более сушеная и она держит точку алденте. А паста свежая, она сразу мяка-мяка-мяка, она прямо тает во рту. А паста покупная, нужно ее пожевать. Это именно потому, что паста алденте. Она тоже готова. Достаем и перекладываем на сковородку, где у нас масло, чеснок и чили. И теперь еще пару минут мы будем продолжать приготовление именно в этом масле, чтобы паста впитала в себе внутри вкус чеснока и вкус чили. И пару минуточек мы будем продолжать такими движениями. Вот в этот момент, дамы и господа, мы ставим огонь чуть-чуть повыше. И если вы захотите добавлять ваши креветки, добавлять именно сейчас, чтобы они не пережарились. Они будут такие полтушеные, практически сырые, как тартар, окей? Потому что морепродукты, чем меньше их жарим, чем они стали сочные. Поэтому, если мы хотим, добавляем именно сейчас. Вот, я взял 3 креветки и порезал вот так, кругляшками. Добавляем туда. И благодаря тепла, который еще идет со сковородкой и от пасты, они готовятся. Они будут передавать легкий вкус рыбный в нашем воде. Добавляем теперь 1 целиковую креветку. Положим здесь в стороночку, чтобы он не перемешивался с пастой, потому что мы его и будем использовать только на украшениях. А пока наша паста дойдет, друзья, порежем петрушку, чтобы добавить на нашу пасту. Возьмем караушек, красивый пучок, быстренько. Нарезаем чуть-чуть, намного не надо, все-таки у нас одна порция пасты. И в скором времени будем ее добавлять в пасту. Перевернем креточку. Видите, она уже поменяла свет, это значит, что она уже начинается готовиться. Несмотря на то, что наша сковородка очень слабо работает, чтобы паста не жарилась. Но креветка все равно готовится. Все. Креветочка готова, кладем за сторону и в пасту посыпаем петрушкой. Креветочка перемешиваем и все, дамы и господа, сервируем. Мы уже готовы. На 5, сколько, 7 минут мы с вами сделали целые две разные пасты. Возьмем другая тарелочка, также через половники будем все подавать. Тарелка рядом из сковородки, возьмем пасту, закручиваем их внутри и кладем. Возьмем все креветочки и остатки пасты, которые остались внизу, кладем за верху потихонечку и кладем также все остатки чеснок, чили, оливковое масло, которое находится вниз. Теперь наша креветочка, которую мы оставили отдельно, кладем за верху, как королева нашей пасты. Все, друзья. Два прекрасные пасты на всей вкусе. Одна овощная, полностью вегетарианская, другая может быть вегетарианская, но мы ее сделаем рыбную, потому что мы добавляли креветки. Я думаю, что если вы дома будете готовить один из этих блюд, ваша семья точно ценит. Поэтому готовьте, друзья, с любовью, с хорошим настроением. С вами был Джоанни Филиппоне. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!